Радио Канада Интернашналь Радио Канада Интернашналь Вы слушаете передачу международного канадского радио из серии «Мы делаем так». Другая программа, предпринятая Британской Колумбии, носит название «Экопросветительный». Поскольку всегда труднее изменить привычки людей пожилого и среднего возраста, то эта программа ориентирована на детей и молодежь. И именно дети оказываются наиболее ярыми энтузиастами переработки домашних отходов, компостирования и так далее. И в свою очередь помогают экологически образовывать своих родителей. Сотрудники из Министерства экологии регулярно приезжают в школу Британской Колумбии для разговора с детьми о трех принципах борьбы с отходами. Уменьшай, повторно используй и перерабатывай. Для этого у них есть специально оборудованные автофургончики, начиненные разного рода образовательными и информационными материалами. Фильмами, книгами, брошюрами о том, как каждый человек может осуществлять эти принципы. Средства массовой информации – еще один путь экологического просвещения населения. Например, Министерство экологии Британской Колумбии при спонсорстве местных фирм подготовило серию получасовых телепрограмм под названием «Мусор – это не грязное слово». В них в шутливом юмористическом стиле рассказывается о переработке отходов. Вернемся к началу нашей беседы. С чего начинать? Как мы, рядовые граждане, можем бороться с отходами? С этими вопросами мы обратились к Памеле Рида, специалисту по переработке бытовых отходов в Канадском министерстве по делам окружающей среды в Атаре. Вот ее советы. Что делать? Есть много разных путей. Первое, что может сделать любой человек, это просто проанализировать свои собственные домашние отходы. Все, конечно, находятся в разной ситуации, в смысле размера семьи, социально-экономического положения и места жительства. И эти факторы могут повлиять на характер ваших бытовых отходов. Но есть исходные черты. Наверное, лакулатура. Конечно. Во-первых, газеты и журналы. И канадцы, и россияне практически ежедневно читают газеты. И у нас скапливается масса бумажного мусора. Затем, естественно, стеклянная, пластмассовая и жестяная тара. Это картонные, бумажные коробки из-под печенья, конфет, хлопьев и других продуктов. Это, вероятно, самые распространенные отходы. Ну и потом, отходы из кухни и со двора. Проанализируйте все это и попытайтесь определить, где у вас накапливается больше всего отходов и как вы можете их сократить. Ну, вероятно, брать продукты в больших расфасовках. Совершенно верно. Например, в магазинах при возможности старайтесь покупать продукты в таре многоразового пользования. А если таковой нет, то выбирайте продукты в упаковке, которые можно переработать в ваших условиях. Или еще проще. Берите продукты в большей по размеру таре. Например, в Канаде. Югурт продается в маленьких и больших расфасовках. Вместо покупки 6-7 маленьких баночек югурта, которые потом выбрасываются, лучше купить один большой контейнер и дома переложить югурт в более мелкую тару. Старайтесь брать завтрак на работу в многоразовых пластмассовых или стеклянных баночках, а не заворачивать бутерброды в бумагу или фольгу, которые потом выкидываются. Конечно, так быстрее и удобнее, но подумайте о том, как мы будем в итоге расплачиваться за эти привычки засорением окружающей среды. Все эти советы касаются двух первых принципов. Уменьшай и повторно используй. Ну а как насчет переработки? Памела Рид. Что же касается третьего принципа, перерабатывай, то помимо сбора макулатуры и стеклотары, вещей простых и общеизвестных, хотя и не всегда выполняемых, я рекомендую компостировать кухонный или дворовый мусор. Но для этого нужно жить в отдельном доме или на даче? Совсем не обязательно. Важно не то, где вы живете, а есть ли у вас желание бороться с загрязнением окружающей среды. И вообще, я бы хотела подчеркнуть, что для того, чтобы быть экологически сознательным гражданином, правительственные указы не требуются. Продолжение следует. Ну а если меня, скажем, волнует проблема отходов, но нет времени их компостировать самому, что делать? Для тех канадцев, которые не хотят или не имеют времени компостировать самостоятельно, у нас существует централизованная система компостирования. Так что они могут просто собирать отходы с кухни и двора в большие пластмассовые контейнеры и регулярно выставлять их на улицу у своих домов. Там эти контейнеры подбираются муниципальными машинами и отводятся на местные компост-центры. Например, недавно у нас в Оттаве муниципалитет объявил неделю компостирования и призвал жителей выставлять на улицу не больше одного мешка с мусором, а из остальных отходов готовить удобрения. Было просто поразительно, сколько людей откликнулись на это и с готовностью собирали пищевые отходы в компостеры. Кстати, такие компостеры не трудно сделать и самостоятельно. Вы говорите, не трудно. На весь этот сбор, сортировку и переработку мусора уходит немало времени и сил. Конечно. Ведь куда легче выкидывать домашние отходы в мусоропровод на свалку, либо сжигать. Но если мы не хотим, чтобы свалки пожирали всю большую долю нашей земли и в Канаде, и в России, каждому из нас надо стараться следовать в своей повседневной жизни трем простым принципам борьбы с отходами. Уменьшай, повторно используй и перерабатывай. Вы слушали передачу из серии «Мы делаем так», подготовленную Международным канадским радио при участии Министерства иностранных дел Канады.